Здравствуйте! Вот когда я был маленький, как я обычно говорю, я учился в институте. И вот нам преподавал такую науку, называлась она экспериментальная ядерная физика. Константин Никеевич Мухин, создатель такого курса, вот этой самой экспериментальной ядерной физики, в котором многие поколения вот учатся, все продолжают учиться. И вот там есть такой пассаж. История открытия Пиноль Мизона весьма поучительна. Всегда, когда доходили мы до этого места, когда готовились к экзаменам, все мы студенты, все, это надо обязательно изучить. Поэтому мы так или иначе, благодаря этой фразе, историю открытия Пиноль Мизона весьма хорошо запомнили. Она действительно весьма поучительна. Значит, сначала скажу, что такое Пиноль Мизоны. Был такой японский физик Юкава, он их придумал, именно придумал. Дело в том, что вот атомное ядро, оно очень малюсенькое, малюсенькое-прямалюсенькое, и состоит она из протонов и нейтронов. Нейтрон никак не заряжен, а протоны заряжены положительно, должны друг отталкиваться. Значит, решил Юкава, на близких расстояниях действуют какие-то силы, которые удерживают и протоны, и нейтроны вместе. Эти силы действуют и между протонами, и нейтронами, и нейтронами, и нейтронами, вот так между ними вообще. Это не зависит от электрических сил. Что же это может быть? В ту пору уже существовало то, что мы сейчас называем релятивистская квантовая механика. Она нас учит тому, что частицы взаимодействуют друг с другом, не как-то вот поле притягивает, как у Ньютона, так называют, притяжение. Нет, они взаимодействуют за счет обмена квантами этого поля. Вот он, кванты внутриядерного поля, их Юкава назвал пи-мезонами. Мезон – это средний. То есть средняя масса между протонами и электронами. Вот такая протон и нейтрон, они примерно одной массой. Вот такие вот вещи. Как их открыть? Пойди попробуй. Значит, надо сказать, что насчет времен жизни. Времена жизни у них очень маленькие. Это вот, Аня, должен, вылетел виртуальный пи-мезон, скажем, положительно заряженный с протона, и поглотился нейтрально заряженным нейтроном, да? Это же нарушение. Нарушение чего? Нарушение закона сохранения массы. Как-то вылетает. Но нарушение допускается. Это называется соотношение неопределенностей Гейзенберга, или как теперь молодежь говорит, Хайзенберга, да? Вот. Но время должно быть коротеньким. Очень коротеньким должно быть время. И вот так вот открыли пи-мезон. Он довольно долго жил, да? 10 минус 8 секунды. А вот еще где-то в миллиард раз меньше жил пи-мезон. Вот пи-мезон. Это вот обмен осуществляется между протоном и протоном, между нейтроном и нейтроном. Если бы его не было бы, то, наверное, не было бы вот и атомной энергии, и атомной бомбы. Именно потому, что вот он очень на коротком расстоянии обменивается. Вот протоны, которые по разные стороны атомного ядра находятся, они начинают друг от друга отталкиваться. Ядро может разорваться. Вот разделиться, разорваться. Вот это происходит деление атомного ядра, как в атомной бомбе, в атомном реакторе, вы понимаете меня, да? Вот эти вот ядра тяжелых изотопов, типа урана, плутония, Калифорния и так далее. Вот такие вот делящиеся ядра. Но как открыть? Как зарегистрировать эти пи-мезоны? Ведь у них время жизни совсем маленькое, и вы их не уследишь. И вот на это вот открытие, вот тут график, больше ничего. А когда мишень бомбят протонами, там получаются распады пи-мезонов, вот этот вот широкий печок, нам так и объясняли, это гамма-кванты, которые вылетели при распаде пи-мезона. В зависимости от того, куда пи-мезон двигался, к нам или от нас, вот он, значит, получился такой размытый печок. Вот это он. Вот это была такая весьма поучительная история. Вот не могу мимо нее пройти. Но на самом деле история еще поучительнее. Потому что на самом деле никакими переносчиками внутриядерного взаимодействия они не являются. Вот такова наша наука. Каждая новая истина не просто уточняет, она опровергает предыдущую. Но предыдущая остается жить. Всех благ вам, удачи, до свидания.